вот такой домашний вкусный сыр мы сегодня с вами приготовим здравствуйте дорогие мои подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любви а значит у нас с Колей гостях Коля ты с нами конечно с вами там где вкусно я всегда меня звать не надо отлично значит все будет хорошо сегодня буду делать сыр значит какой сыр не творог замечу а сыр сыр вот некоторые называют брынзой но я называю домашний сыр который кушаем с удовольствием вкусный и намного дешевле чем на рынке что для этого понадобится значит я делаю такую порцию на свою семью вы же будете делать для начала можете сделать наполовину чтобы узнать вкусно или нет а потом сделать много значит вот в кастрюле у меня 2 литра молока молоко домашнее если вы будете брать магазины то не меньше чем у нас три с половиной процента жирность не знаю может где-то 3 есть но не меньше потому что сыр будет не сыр значит отправляем на 2 литра молока 2 чайные ложечки соли ухты класс вот смотрите хорошенько перемешала можете добавить немножко больше но это уже в процессе когда вы приготовите попробуйте вам скажите что это малосольный мы любим такой вы знаете в чайку просто без хлеба без ничего короче это будет супер перемешала ставлю на огонь который у меня горит и обратите внимание ставим на огонь и за это время будем так вот стараться успеть пока тут у нас закипит посматривать чтобы не принесли не взлетела все не побежала за нами следом гарантию даю успеешь значит 6 яиц в миске сейчас я хорошенько венчиком забью и так яйца взбила смотрите на молочко посмотрела отправляют 400 грамм сметаны сметана тоже у меня домашняя потому если вы будете брать магазину то конечно желательно не меньше чем 20 процентов больше будет вкуснее и опять колотим да и хорошенько все перемешаем потому ждем и так смотрите молочко наше кипит вот сейчас я добавлю еще чуть-чуть огонь сейчас секунду потому что кипит надо чтобы не сбежала делаем водоворот сейчас видите пена поднимается потому секундочку вот она кипит и да делаем водоворот и отправляем вот это наша сметанно-яичную смесь вот так вот и помешиваем помешиваю помешиваю и теперь дорогие мы мы не имеем никакого права отойти от этого молока значит варим помешивая минут пять стоим и помешиваем обязательно огонь где-то средний чтоб кипела может даже больше среднего вот будем сразу вы увидите а поля потом покажешь пока сейчас пока еще рано да 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 ждем и так обратите внимание где-то через пять минут появляются ведь и вот молоко сворачивается получается такие хлопья но мы помешиваем и будем варить еще три-четыре-пять минут чтобы хлопья были очень крупные потому ждем и так смотрите вот такие вот хлопья поднялись и хочу заметить как проверить что это уже готово смотрите вот это вот сыворотка видите какая стала вот чистая все отделилась выключаем вот сейчас сколько ты отойдешь значит мы подготовили дуршлаг видите вот с дырочками которые дуршлаг все знают которые чтоб дырочки были можете сито если нет застилаем марлечкой два слоя будет достаточно и сейчас же я аккуратненько буду выливать сюда аккуратно потому что горячая коля смотри с камеры осторожно так смотрите пар идет вот так смели видите аккуратненько сейчас это горячо потому аккуратно надо будет закрутить коля мне поможет потому что пар идет мы не будем ждать долго затянем и покажем что будем делать дальше потому ждем и так смотрите вот так отжали всю сыворотку вот эту мыслу я говорю сыворотка вылили в кастрюлю ни в коем случае не выливайте и не знаю как пойдет ли она крошку я не готовлю нос такой я думаю пойдет а так пойдет на пирожки на блинчики на вареники на все потому ее остудите в холодильник а может быть что-то сейчас сделайте значит хорошенько вот отжимаете марлечкой вот прям марлечкой а вот так перекручиваю смотрите вот вот насколько есть возможности потому что горячие сейчас я возьму другую формочку положу поставим гнетик покажем вам как это мы сделали потому что итак смотрите переложили другой дружочек чего дружочек потому что нужны дырочки если вас нет такого поменьше ну значит какую-то коробочку возьмите и сделайте там дырочки ну что нибудь так чтобы внизу попрокалывайте дырочки и туда сыр а сверху любой гнет 3-4 килограмма для чего дырочки чтоб стекала остальная жидкость потому что мы сейчас положим пресс она прессуется эта жидкость которая осталась мы ее выдавить но никак не можем она обязательно будет стекать вот так вот в марлечке сюда кладем мы коля где наш коля пожертвовал своими гантелями сейчас мы еще одну положим такую и потом покажем вот так вот смотрите это гнет ровненько все вот и будем ждать и где-то часа три-четыре сейчас мы еще раз покажем итак смотрите вот такой вот соорудили мы конструкция успели поругаться немного я вспомнил анекдот одесса привоз молочные ряды ходит дама по рядам смотрит что-то выбирает один из продавцов сыра решил привлечь покупателя девушка вы любите сыр она проходя мимо так нет не люблю вот видит клиента потерял такая крыса а сыр не любит господи ну тоже продавец все значит дорогие мои через три-четыре часа мы встретимся будем смотреть и конечно же пробовать это вкуснотень потому что прошло четыре часа мы не стали раньше получили за три-четыре лучше четыре из вас позволяет время отлично вы смотрите какая краска получилась моего вы вернулись этого всего вот это марлечка которая лежала палечка важно конечно все знаете почему вот вот это вот ситечка еще потому что такая форма красивый здесь так рифленая даже красиво хочу заметить что этот сыр будем говорить брынза мы можем назвать это брынзой да это брынза из коровьего молока можете попробовать с козьего если у кого есть тоже будет вкусно у нас бабушка жила она всегда делала так рядышком соседка хочу заметить что сюда вы можете добавить сухой не сухой а вяленый помидор будет вкусно мелко-мелко только не свежий а именно вяленый можете добавить орешки можете добавить зелень разную какую что вы любите можно специи это все будет вкусно ну и вот бывает по всякому этот раз я сделала чисто вот такой вот вкусный сыр брынзу вот вот она есть значит сейчас видите я марлечка вложу такого-то желтого цвета вы на рынке в принципе такую не всегда не найдете потому что сильно жирного молока брынзу то не делают они хотели делают на продажу но все равно стараются где-то что-то собрать на сливки значит я сейчас отрежу куля можно даешь добро то берите прямо сразу кусали кстати вот мы сейчас висели здесь получилось ровно 705 что такое же кто покупает на рынке девочки сделайте мальчики сделайте сами слава богу помочь и одесса привоз мясной павильон вваливается такая бобца сельская груженая сумками и вдоль рядов проходит мимо прилавка на котором лежит свиная голова такая зашмаленная зашмаленная она остановилась так пристально смотрит пристально смотрит на эту голову потом вы изрекает ты зараза сигареты мужу забыла купить это очень вкусно а вот это сыворотка которая осталась дремой ее можно пить то есть пирожочков я сегодня не увижу пирожочков сегодня может быть завтра но хочу сказать так там же у нечего делать я хочу вам заметить что окружка во сколько окружка будет бесподобно боже но еще один такой нюанс если вы любите солененько можете добавить больше соли здесь у нас сейчас такой знаете нейтрально не тогда чуть-чуть только соленковато так что можете свободно добавить не две ложки а три ложки но это то есть ложечки чайные на 2 литра будете делать половину значит на литр свободно добавляйте две ложечки чайных чтобы было чуть-чуть соленковатее короче посмотрите еще в разрезе вот видите но вкусно обалдеть и вот это окружка будет то что надо опять за рыбу горошу можно так пить охладите короче заходите на наш канал подписывать ставьте лайк если не жалко пишите комментарии самое главное пути все здоровы будьте счастливы и мирного неба и вам и на и всему миру мы вас обнимаем и ждем и до свидания